Девушки отдыхают Самое экстремальное в своей жизни путешествие Известный хомеровод Влад Шеренговский Автоспортсменка Мария Найт И дипломированный механик Данила Колесников Уже прошли совместное испытание В конце марта на трех разных машинах Ребята проехали всю страну И приняли участие в гонках на льду Байкальская миля 2022 Этим летом они встречаются вновь Чтобы принять участие в гранд-туре Ралли «Шелковый путь» Профессиональный ралли-марафон Впервые позволил всем желающим Прикоснуться к большому автоспорту Участники гранд-тура Будут жить в палаточных городках-бивуаках Рядом с профессиональными спортсменами Выезжать на боевые участки ралли А также выполнять свои задания гранд-тура Изнуряющая жара Песок, бездорожье Выдержать ралли-марафон смогут не все На этот раз наши герои Едут в одном экипаже На желтом хаммере Влада У каждого своя роль Влад-пилот Маня-штурман Данила-механик Станут ли блогеры настоящей командой И смогут ли покорить «Шелковый путь» А мы едем на картинг У нас последнее задание Картинг Восемь вечера А куда идти-то? Сегодня будет картинговый чемпионат И, в общем, надо ехать Не просто покататься А надо показывать время Ну, на самом деле Лучше вам двоим поехать Я сегодня целый день рулил по горам Я устал как черт А нам нужен хороший результат Про картинг Это моя боль Мне хотелось поехать туда Просто дорезив в животе Я понимал, что я после сегодняшнего 9-10 часового переезда за рулем Ну, просто буду сильно уставший И не такой эффективный Нам нужна победа Вы лучше справитесь сегодня Собственно, как бы я не пыталась Слиться с движухи С картингом А у меня не получилось 56С, наверное Кто знает, какой размер шлема Сразу называется Не меряйте А есть подшлемнички? Подшлемника нет Подшлемника нет? Класс А что, меньше-то есть, нет? То есть нет, ладно Я не могу сказать, что я хорошо езжу на картинге И плюс у меня отвратительная проблема Я не умею ездить прямо Не к тому, что я такой прям супер-дрифтер Но вот какие-то у меня заложенные Инстинктивные повадки Мешающие тому, чтобы показывать хорошее время Как будто бы у наших прямых конкурентов Есть маленькое преимущество Потому что все еще переобуваются Переодеваются А они на трассе Как так получилось? Введу у вас курс дела Чтобы все понимали, о чем речь Номер нашего экипажа 501 Начинаются номера экипажа Гран Тура Все с цифры 5 То есть первый экипаж 500 Так вот 500 экипаж целиком состоит Из детей-организаторов Этого ралли Других ралли-рейдов Нет, я к тому, что надо потихонечку собирать 10,50 лет А зачем они знают? Зачем он сказал, что они что-то знают? Это же их дети Да п*** Это, блин, обидно Потому что это те люди Которые должны себя вести максимально корректно Чтобы не было таких мыслей у остальных А у нас они есть И не беспочвенные Давай, все получится Вон там она едет В желто-зеленой футболке Сейчас будет видно Неплохо прошла поворот Немножко растеет, немножко испугана я думаю еще где-то она боится показать плохой результат не без этого мы все бы боялись я думаю на первый круг сейчас откатает а потом все хорошо последний круг все равно постоянно упираясь я еще умудрилась последнего обогнать причем так очень дерзко наверное если честно я по внутрянке боком на вывернутых колесах каким-то образом наверное мне показалось что было красиво ссори за такой уж лёпский обгон все в говне все в каких-то мошках как он тут блин пески не было очень красиво ваша дуэль ух я сильно лоханулся стратегически потому что нужно показать лучшее время круга а я несколько кругов боролся с другим пилотом и мы оба из-за этого сильно теряли во времени потому что ездили неправильными траекториями и вообще посылали друг другу во все известные места прямо-то приоткрывая визор на шлеме говорят ты блин уйди отсюда давай обогнал обоих в итоге я первый своем заезде но четвертый по результатам всех заездов 4 из 19 не так уж и плохо но можно было лучше доброе утро это пятый день ралли вчера прошел в экватор каждое утрец мы начинаем с проверки всех с уровня всех основных жидкостей потому что ну непонятно что вообще будет ждать в течение дня слушай а мне как правило первый раз прям четенько видно оно как правило погуще и такое на риске четко отпечатывается ох 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 короче по контрольному нормативу времени нам отсыпано час тридцать мы должны добраться за час двенадцать все четко ехали как могли как всегда старались максимально причем по навигатору было казалось бы достаточно времени но исходя из особенности дороги минуты утекали как песок сквозь пальцы ключевая сложность в езде по ли озону это соблюдать правила пдд то есть нельзя превышать на и должна один кант в час и я никогда не может может быть так сложно вот потому что все внимание на знаке на разметку нам кажется надо пошевелить булочками чё-то нет причем даже не останавливались ну как воняет да ну вот это она и воняет да здесь короче источники здрасте мы приехали на первую контрольную точку сегодня с опозданием на три минуты уже довольно спокойно так к этому отнеслись но место где мы оказались она конечно я не знаю вообще у меня все мои эмоциональные рецепторы уже забиты наглухо потому что я каждый день все новые и новые какие-то места новые впечатления здесь очень красиво здесь очень пыльно и очень пахнет сероводородом я думаю это причина по которой нас сюда привезли вот там вдалеке слышно что-то вроде водопада и пойдем посмотрим что что-то для нас приготовили вот такая быстрая мощная горная река здесь течет вот она так выглядит очень грязно очень много илой песка наверно она с собой несет и она прилично подумала так уже эти скалы и гон дальше по маршруту потому что у нас большая колонна все надо успеть тайминги плотные всей нашей дружной братья с камазами с огромной толпой машин со столбами пыли пугая местных мы едем к местной деревушке тринадцатого четырнадцатого веков установленной сейчас покажу то что не бросается невооруженным взглядом сразу если присмотреться повсюду установлены построены вот такие вот сторожевые башни которые передавали сигнал о приближении врага ставите а можно задать я пару вопросов мы с ладом решили подойти во время экскурсии в перерывы к китайскому экипажу которые едут на камазе нам сказали что эти камазы ребята взяли в аренду для того чтобы попробовать если им понравится приобрести себе в команду это неправда а можете сказать точно сказать а точно не менее люди говорят люди говорят слухи такая вещь что мы сами выдумали кто его знает ну на самом деле господин ли не понимает откуда взялись такие слухи потому что конкретная цель визита китайской команды представлять китай они представляют не только китай но и конкретно 20 миллионов автолюбителей любители бездорожья в китае до команды с ринчер и мы же джонг о чем-то на фанги странновато немножко пообщались с китайцами потому что водитель говорит долго долго длинную 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 речь переводчик очень коротко и и не совсем на тот ответ но они очень напряглись когда мы спросили что они собираются их покупать удивило и они много раз подчеркнули что они впечатлены камазами что у них это они легендарные да чё там ждите через пять лет китайские камазы я думаю это основная цель купить разобрать изучить и сделать свой такой об этом регионе можно судить только после того как посмотришь вот такие вот старые древние города это самое начало то самые истоки чечни проходите пожалуйста все нам проводят экскурсию показывают предметы быта куда дежда национальные костюмы вот это удобство для кровати хозяев тут дети спальта мама с папой спали это перегородка дети тут по это определенного стадии средства же приходили свои отдельные комнаты очень милая девушка рассказала нам как было принято у них это отношение между там мужчинами и женщинами с детьми как было принято общаться с детьми которые там вырастают в общем интересно было погрузиться в культуру и быть далее мы вроде как собираемся двигаться обратно в сторону грозного где нас ждет первые за по четыре дня обед это не то что все время жрать хочу на вообще хочу а после этого будет еще какое-то непонятное состязание какой никто не говорит а после этого я надеюсь насказать отпустит в город хоть что-нибудь посмотреть самостоятельно где же этот мем про черепаху короче картинка там черепаха сверху на ней сидит улитка с выпущенной глазами куда мы с экипажем постоянно вместе из-за этого ощущения что провели вместе не 67 дней дней 20 не меньше ну что наступил долгожданное время обеда на сказать почти все время пропускаем и вот так вот организовано питание на биваке в каждом месте где мы останавливаемся и живем иногда есть соответственно такие импровизированные столовые в шатрах соответственно идешь и выбираешь что-то будешь есть а что это такое подскажите пожалуйста это типа греческий или нет да можно пожалуйста вот его обычно бывает на завтрак макароны с ужина в принципе кормят достаточно вкусно но но как будто бы уже хочется поменять меню солянка это очень вкусно очень сытно и со всех сторон офигенно солянки я люблю у нас сейчас после обеда есть свободный час и просто удивительно потому что свободного часа у нас не бывает вообще никогда только перед сном если ты готов пожертвовать твоим сном сегодня еще будет одно последнее какое-то испытание организаторы делать из этого тайну и не говорят что это такое будет сейчас у нас с вами будет конкурс который нацелен на отработку не только мастерства пилотирование чувствуя габарит вашего автомобиля но и на слаженность работы экипажа перед стартом экипажу выдается вот этот набор замечательный многоразовые в нашем случае посуды которым налита вода до верхних краев вот это вот внутренний тарелки для того чтобы вам эту тарелочку закрепить на кузове вашего автомобиля полный отстой никто ничего не понял не спеши не спеши здесь еще время не засекает не спеши а вот три минуты на пока не спеши вообще не спеши все надо донести ты несешь ее уже время пошло или не пошло если ты разлил до того как донес до тачки это считается или нет короче все в полном ахтунге никто не понимает чок куда бежать все быстрее бегут все разливают спокойненько тарелка формируется спокойненько кажется я подметил такое свойство удание вот как только он чувствует что на него много внимания даже при общении тет-а-тет он начинается немножко теряться теряться буксовать словами с с поведением и как мне кажется не всегда адекватно это реагирует и не придерживая я правильно схватился нашел положение и здесь когда он взял эту чашу видел на себе столько взглядов мне кажется он немножко переволновался и он хотел уже быстрее отнести поставить вместо того чтобы выключить вообще всех все внимание все еще какую-то обратную отдачу и как-то отнести это все равно прольется когда мы поедем что-то пытаешься сэкономить тихо ты очевидно поехали тише тише она очень качает в любом случае прольется лучше потом скажем а спокойно матча все будет сейчас накатим в смысле вы накатите шампанское было налитой хоть поняла что они экономят так вот смотри твоя задача слушать только меня смысле только меня в прямом смысле не успели не перепутать пять четыре три два один руль вправо до упора вправо до упора едем можно пободрее очень интересно было вести закрытыми глазами потому что ты не абсолютно не понимаешь вообще как машина едет и вообще едет ли она педаль приходит буквально чуть-чуть поглаживать ногой и катится на или не катится непонятно все что делаешь крутишь руку едем 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 сейчас когда я скажу чуть-чуть притормозишь тут небольшая кочка готов и вот сейчас помедленнее помедленнее проходим плавно отлично идем идем тормози плавно полное доверие тому кто тебе прокладывать дорогу вот это как мы финиширую так немножко на перекосяк там зайдя за линии двумя тремя колесами конечно же это вопрос и к штурму да мы поехали как казалось нам хватит везде радиуса поворота мы заходили по достаточно хорошей траектории нас она нигде не влезали почти везде задавали задом и короче как выяснилось маневрирование маленьких площадях это вообще не наша тема на финише мы проскочили финишную линию задними колесами а нужно было заехать только передними и кажется за это нам тоже что-то снимут в общем пойдем узнавать результаты ну что время объявили да вон на полтора минуты дольше ребят с точки зрения пилота все было правильно потому что с точки зрения штурмана косяк но что пленит я не видел мы уже потом к сожалению после узнали что вся эта тарелка воды по сути стоило 40 минут то есть если развить ее полностью ты потеряешь 40 минут каждая секунда на самом заезде приравнивается к минуте и результаты мы были вторыми у первых был результат пять с половиной минут кажется то есть 40 минут и пять с половиной минут где каждая секунда эта минута то есть сколько часов гораздо важнее было проехать быстрее чем беречь эту воду приехал подписчик причем я сейчас из-за этого ритма не выкладывание stories ничего человек как-то профильтровал проследил что я в это время должен быть здесь здравствуйте да приветствую я магомед и влад очень приятно как доехали да спасибо большое подписан правильно да да давно очень давно он тоже хамеровод и я сказал что мы прямо сейчас вот спешим выезжаем город он короче предложил покататься показать город а вечером здесь принято гулять конечно вот именно на по этой улице каши и прогулки все гуляют по этой улице то есть очень красиво большой ли шанс вот так вот гуляя по городу встретить рамзана серьезно то есть вот так просто по улице по улице ну естественно с охраны там все это да потому что гуляет тоже на машине часто ездить сам без охраны очень большая была интересно конечно так просто даже не даже если ты прочитаешь это совершенно не то вот топ-3 место которое надо посетить если ты прилетел грозный центр это где мы идем часа так это раз проспект путина это два и третье поехать на смотровую или она чуть-чуть дальше находится уже весь город увидеть даже соседние маленькие города которые их тоже видно вот на смотровую площадку не более 7 человек раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать нормально мы грозно еще смотрите кайфово мы двигаемся местный привел нас на улицу шашлыков ты меня местом назвал ты чё попутал нам посоветовали шашлык горит самый топовый самый очень сочный мощный в городе эх когда уже камера научится передавать запахи ухты а это что это сладенькая чеснок я точно буду жрать чеснок какая красота пришли наши грибочки и грибочки картошка давай сюда парашек просто божественно просто аргент мечта лучше всех попал а я жую чеснок и лук мухаммед видел что у меня на машине сломана ручка он сказал такую фразу я не могу тебя отпустить из чечни с такой ручкой это беда представляешь она во второй день что ли путешествие так вот этого ралли оторвалась дань а у нас в наборе пассатиж есть да и набор же вроде тоже не очень да сейчас достану сейчас достанет открутил ее забрал отключусь свой сервис делаю ручку приеду отдыхать все смазано почищено красота ты счастлив не представляешь как поняв что уже прошел экватор я немножко загрустил загрустил конечно потому что гонка приближается концу я тоже конечно расстраиваюсь крутая команда очень интересное дело ралли рейд такого масштаба я не думал что мне доведется на таком бы побывать поучаствовать но мне как-то проще все это воспринимается пока есть что делать мы делаем не отвлекаемся нет времени сесть расстроиться завтра нам стартовать в 6 утра завтра будет наверное очень тяжелый день организаторы написали что ждет перегона около 700 километров мы едем в элисту в этом регионе я вообще не был и мне не терпится уже туда попасть и на и очень страшно истребовать закончился влада не показывать эти кадры достающего он сухой ржавой